здравствуйте уже подписчики и гости нашего канала ура наконец-то дорога почти готова конечно не асфальт не нужно будет еще прикатывать что здесь неровности разравнивал фронтальный погрузчик как мог поэтому ну ничего со временем прикатается сейчас вам сделаю обзор дороги которая получилась конечно желательно еще бы немножко подсыпать некоторых местах сейчас покажу даже в каких в дальнейшем это сделаем потихонечку подсыпем главное что осенью я уже спокойно свободно буду проезжать на свой участок всяких заморочек и проблем здесь вот виде беленький камушек заканчивается начинается камень с глиной вот этот камень с глины и есть сюда бы желательно подсыпать местами хотя бы местами уже немножко стоят кто-то проезжался дядя вася на скорее всего дядя и вася следы вроде бы его вот сделали такую дорогу по крайней мере уже ни одна глина по которой не проехать не прийти только брызнет немножко дождь смочит чуть-чуть дорогу и все никуда не проедешь буксуешь ужасно вообще ужасная почва у нас здесь одна глина дорога на было считать расстояние потом посчитаю скажу сколько метров здесь но она такая более-менее побольше подсыпана начинается и камушек такой посветлее меньше глины в составе примерно процентов 30 наверно глины здесь вообще хороший чистый камень вот так вот но здесь еще конечно прикатывайте прикатывать плохо что нет катка нужно было прикатать катком со временем прикатаем лесовозами и т.д. и т.п. на крайняк потихонечку на своей приорке будут пробираться никто не торопится главное проехать так вот на здорово сыпали местами даже очень высоко получилось камушки конечно крупного ты что делать зато бесплатно бесплатные камни с нашего участка выкопали и подлатали себе дорогу так вот сверху конечно фракцию щекунь помельче сделать нынче так сойдет вот такие вот дела у нас в нашем королевстве поведем жить деревню будем работать сами на себя чтобы не вкалывать на дядю и не ждать когда там уже пенсионный возраст у нас наступит чтобы выйти на пенсию отдыхать с такими расчетами наш у нас пенсионный возраст не наступит никогда будем сразу же с работы вперед ногами на кладбище выносить либо инвалидность на работе получать чтобы отдыхать на пенсии чего крайне не хочется хочется спокойно хорошо радоваться жизни поэтому я стал переезжать деревню подальше от этой городской суеты работать само на себя ну конечно не без налогов государства царю батюшки то тоже налоги отделять приходится придется пока у меня нет возможности это делать вот такая вот дорога до сюда мне за ее закатали сейчас я померяю сколько метров она у меня вышла ради интересных шагами все Субтитры сделал DimaTorzok Уже 80 метров Ладно, будем считать дальше 100 В общем, метров 300 она точно есть Если не больше Потом я вам посчитаю Скажу, потому что Какой вам интерес Слушать мои шаги и молчания Как я при себя считаю в уме Так что в будущем я это все расскажу А про пенсионный возраст Я думаю Такое, что Не стоит вообще надеяться на эту пенсию Нужно стараться Самому зарабатывать Зарабатывать себе на пенсию У меня много таких примеров Родственники Просто знакомые Которые своим трудом заработали себе Ну, либо какие-то помещения Либо там еще что-то Квартиры Сейчас сдают Коттеджи там, допустим, построили Сдают в аренду И живут на эти деньги Ну, в принципе, все у них неплохо Ну, и, конечно Кто-то дальше работает А кто-то просто отдыхает Наслаждается жизнью Ну, вот, конечно В любом случае Себя нужно как-то занимать Я думаю, что Потом вообще сделают Что не в 65 лет Пойдем на пенсию А скажут Что у нас Смертность повысилась Нужно Еще поднять пенсионный возраст До 85 Опа И в результате Наши люди Точно никогда не пойдут на пенсию Будут умирать на работе Да и Вообще Кому нужен Пенсионер На каком рабочем месте Если только вахтером Какими-нибудь сидеть Разве у вахтеров Хорошие зарплаты Ну, что ты сможешь в 65 лет Если ты не спортсмен Какой-либо У нас спортсменов Тоже не так много Да и то Спортсмены Наджабили Свое здоровье Это тоже физическая нагрузка Она Дает о себе знать Это нагрузки На сердце Кто-то До 50 не доживает Вспомните Турчинского Спортсмен До 50 Ведь не дожил В общем Такая ситуация Непонятная У нас в стране Происходит Движемся И движемся Похоже Куда-то Не туда Да Посмотрим Конечно Что дальше будет Но Что-то Как-то Похоже Ничего хорошего Не будет Отжимаем Все последнее У людей Последнее Штаны Готовы забрать Ну Возможно Конечно Ну Конечно Во всем Виновата Америка На мой взгляд Во всех Бедах Виновата Америка Это они Козлы Извиняюсь За выражение Они Нехорошие Люди Делают Так Закручивают Нам гайки Чтобы Мы были Недоволены Своим Правительством И свергли Дядя Вова Ну Что делать Посмотрим Во что Это все Улица Как все Это будет Хотя Дядя Вова У нас Тоже Много Очень Всего Сделал Для нашей Страны Хорошего И замечательного Но Нужно Ему Заниматься Внутренней Политикой Внутренней Политикой Чтобы Люди Были довольны Чтобы Страна Процветала Поднимать Сельское Хозяйство Помогать Сельскому Хозяйству Это у нас Помощь Только на Словах Киловат Энергии Для Сельского Хозяйства Стоит 6 рублей Плюс НДС Хотя Находимся В сельской Местности И Тариф Гораздо Меньше До новых Встреч Подписывайтесь На наш Канал Ставьте Лайки Дизлайки Всем Удачи Пока